Доброе утро, всем коллеги! Здесь действительно достаточно много прозвучало вопросов, к Минфину в том числе. Касательно экономической обоснованности, тезис часто звучит, и со стороны бизнеса, сообщества я прекрасно его понимаю, что есть объекты недвижимого имущества, которые могут использоваться, предпринимательские деятельности могут не использоваться. И коллеги из бизнеса справедливо отмечают, почему мы должны платить в этом случае налог на имущество. Ответ надо посмотреть методологически, откатиться немного назад в целом, зачем изначально вводилось налог на имущество. Если стоит объект недвижимого имущества, например, это большое здание, субъекты, муниципалитеты должны обеспечивать дороги, должны обеспечить инфраструктуру ЖКХ для этих объектов. Вне зависимости от того, используется этот объект, не используется. У субъектов и муниципалитетов есть нормативные обязательства по поддержанию публичной инфраструктуры, которая в том числе обслуживает даже объект, данный объект в надлежащем состоянии. И в данном случае субъект Российской Федерации и муниципалитетам, и там не важно, есть пандемия, нет пандемии, он свои публичные обязательства перед бизнесом в том числе должен исполнять. И понимая, что такие публичные обязательства носят постоянный характер, там исторически, если отплату много десятилетий назад, было введено налог на имущество. Потому что на содержание публичной инфраструктуры нужны постоянные расходы, вне зависимости от того, используется этот объект недвижимого имущества в коммерческой деятельности в данный момент или нет. И, соответственно, тот налог на имущество, который был введен и в отношении физлиц, и в отношении организации, и в отношении МП, это как раз тот, в том числе, тот источник финансирования тех публичных расходов, которые несет субъект и муниципалитет. Поэтому здесь надо смотреть немного шире, чем просто на экономическое обоснование в каждом конкретном бизнесе. Ведь если этот объект бизнесом куплен, его нужно поддерживать в надлежащем состоянии. Дороги к нему, объекты ЖКХ, которые его снабжают. И это все лежит на плечи субъектов и муниципалитетов. Им на выполнение этих своих публичных функций нужны определенные доходы. И здесь налог на имущество, конечно, для них служит существенным подспорьем. Это касательно экономической обоснованности. Также прозвучали предложения по поводу бюджетного законодательства и ограничения субъектов возможности предоставления льгот. Здесь надо понимать, зачем это было сделано опять-таки исторически. Ведь какая цель предоставления налоговой льготы? Это не цель, а просто чтобы бизнес экономил. Это цель, чтобы бизнес развивался. То есть если субъект дает какую-то налоговую льготу, он должен преследовать определенную цель. А именно увеличение налоговой базы. Там не обязательно по налогу на имущество, но там по налогу на прибыль, ОСН и так далее. То есть если субъект в какой-то момент предоставляет льготы по налоговому имуществу, он ожидает, что у него увеличится количество бизнеса, у него пойдут вверх поступления по ОНФЛ, по ОСН, по налогу на прибыль организации. И с этой точки зрения бюджетное законодательство говорит об одном, что все налоговые льготы, если их субъект дает, должны иметь экономический смысл. Это не должно быть так, что если у нас хорошее отношение с каким-то бизнесом, я дам ему льготу по налоговому имуществу, он может и рабочие места не создать и ничего не делает, но вот просто у нас хорошее отношение, мне потом бюджет все равно из дотации докинет. Такого не должно быть. Любая льгота, которая предоставляется, у нее должна быть некий экономический смысл, экономическое обоснование. Экономическое обоснование состоит в том, что если мы здесь даем льготу, здесь у нас идет сокращение налоговой базы, то где-то должен быть прирост налоговой базы в целом, чтобы сбалансировать доходы субъектов в среднесрочной перспективе. Поэтому мы, конечно, готовы обсуждать какую-то точечную донастройку, мы открыты для обсуждений и понимаем, что, например, в моменте эта база не может прирасти сразу, что здесь должен быть какой-то, может быть, по времени небольшой разброс. Но в любом случае экономической обоснованностью каждой льготы должна быть. И этот принцип должен соблюдаться. Также вот здесь прозвучало предложение со стороны бизнеса по ограничению роста налога на имущество для организации ИП в размере 10%. Но, как вы знаете, на 2023 год такая мера уже была принята, что рост кадастровой оценки был заморожен. Поэтому, если у бизнеса есть предложение, так же, как по налогу на имущество, физических лиц есть ограничения, давайте его рассмотрим. Здесь надо, конечно, безусловно, привлекать субъекта Российской Федерации к обсуждению этого вопроса. Но в целом в сегодняшних условиях это предложение, которое заслуживает внимание, мы готовы рассматривать, обсуждать. Поэтому будем рады, если вы нам его направите, готовы будем его обсудить на своей площадке с субъектами Российской Федерации. И основное также, что прозвучало, это всё-таки направление, дальнейшее направление развития налога на имущество организации. Пару слов хотел бы сказать. Здесь, конечно, понятно, что это не сейчас и не в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе. 3-5 лет, мы полагаем, с учёт того, как будет наведён порядок с кадастровой оценкой, этот институт будет в полной мере эффективно работать. Конечно, переход в отношении всех объектов недвижимого имущества на кадастровую стоимость. Это, с одной стороны, позволит, по сути дела, упростить процесс администрирования налога на имущество. Налогоплательщикам больше не надо будет сдавать декларации. ФНС само будет исчислять все обязательства налогоплательщика и, соответственно, с единого налогового счёта 28 числа списывать соответствующие деньги. И здесь будет, то есть налогоплательщик дальше будет просто проверять, по сути дела, расчёты ФНС. То есть у нас идёт полное переосмысление налогов. То есть раньше у нас налогоплательщики исчисляли и уплачивали налоги самостоятельно. Сейчас, по сути дела, вопрос исчисления налогов переходит на сторону ФНС. И это способствует автоматизации, цифровизации всех процессов налогового администрирования. Поэтому в долгосрочной перспективе нам видится, конечно, переход на обложение всех объектов недвижимого имущества по кадастровой стоимости. Чёткое разграничение всё-таки того, что является недвижимым имуществом, это как неотъемлемая часть этого процесса. И, конечно, соответственно, автоматизация процедуры исчисления налога, когда налогоплательщик на основе данных ФНС будет исполнять свои налоговые обязательства. Это коротко всё. Я с удовольствием, если будут какие-то ещё дополнительные вопросы, ко мне отвечу. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Елена Николаевна хочет всё-таки одну секундочку. Пять секундочек. Я хотела обратить внимание, что предложения про 10% ограничения были сформулированы в докладе Федерального бизнес-омбудсмена президенту страны в прошлом году. Они формализованы, они направлены. Я очень надеюсь, что они где-то находятся уже в работе, потому что они были результатом... Прошу прощения, на них отреагировали. Как вы знаете, кадастровая стоимость не растёт в 2023 году. В 2023 году, да. Поэтому я говорю, что если вы считаете, что необходимо дополнительно прорабатывать эти меры и в дальнейшем в 2024-2025 какие-то иные меры предпринимать, то давайте их ещё раз рассмотрим. Да-да, только в 2023-м заморожен рост кадастровой стоимости, а мы говорим о заморозке навсегда 10... Вернее так, определение, что всегда не более чем на 10% должен расти итоговый налог, а не разовая акция по отношению к размеру кадастровой стоимости. Я прекрасно понимаю, что вы говорите. Чуть-чуть в разных векторах мы обсуждаем сейчас. Поэтому я говорю, что в ответ на тот доклад, который был, была реакция и на 2023 год была заморозка кадастровой стоимости, если вы считаете, что этой меры недостаточно, то мы готовы дальше обсуждать вопрос в том направлении, который вы озвучили, на долгосройное навсегда фиксирование предельного роста. Но здесь надо понимать, что всё-таки инфляции может быть и больше 10%, поэтому фиксировать предельный рост конкретно филий величины в 10% это такая, не в лучшую, не для субъектов, это не всегда с экономической точки зрения оправданная мера. Поэтому здесь, наверное, надо всё-таки как-то соотносить с уровнем инфляции в стране в целом. Спасибо. Спасибо.